Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вита. Сегодня болталка. Первое и последнее видео на этом канале по ответам на вопросы. Всё, больше этого эксперимента я здесь делать не буду, потому что неоднозначная реакция была на мой опрос. Я понимаю, что я немногим интересна, поэтому не буду напрягать тех, кому это неинтересно. Если вам по-прежнему неинтересно, пожалуйста, закройте это видео, пожалуйста, вообще отпишитесь и не смотрите мои видео, если вам неинтересно. Я на своем канале буду делать то, что я хочу. Изначально, давайте я буду вязать, меня это просто у вязания, я буду вам говорить. И, кстати, что я вяжу, я вам в процессе скажу. Значит, изначально я вообще, конечно, хотела не снимать. Потом никакое даже видео, судя по реакции, думаю, не буду снимать, думаю, ну, неинтересно, да и неинтересно. Но дело в том, что неинтересно 30% есть, есть там недовольные вообще, ну, дай пусть, они, наверное, недовольные по жизни. Вот, но все-таки 70% интересно, ну, вот как я, ну, вот как, все-таки большинству интересно. Поэтому это видео будет одно на этом канале, с ответами на вопросы, которые касаются вязания, вот. А остальные видео с ответами на вопросы и следующие видео, девчонки, все-таки я давно это хотела сделать, ну, вот, все-таки я пришла, это вы меня все-таки сподвигли, сделаю отдельный канал. И мне не важно, сколько там будет людей, просто перейдете туда те, которым это интересно, и мы будем с вами просто общаться, потому что, знаете, за пять лет, пять с половиной лет существования Малипул-канала, вы для меня стали родными, вот такой какой-то интернет-семьей моей, да, и мне порой, я думаю, вы увидели это заметили, что мне хочется просто, я ухожу в сторону, и это вы не знаете, сколько я всего вырезаю вот своих разговоров, бесед с вами, то есть это все проходит в форме беседы, я когда снимаю видео, я с вами разговариваю серьезно, вот так, как будто бы вы сидели вот возле меня, я вижу, вам показываю, и я с вами разговариваю, потом в процессе монтажа я это все вырезаю, некоторые моменты остаются, и есть недовольные, которым это не нравится, что я болтаю. И вот я решила, что если я сделаю еще канал, в котором я просто буду с вами общаться, и не буду вязать, то, возможно, мои мастер-классы приобретут совершенный для вас вид, без моих отхождений от темы, от темы. Да, я просто буду с вами общаться на другом канале, и там мы вязать не будем. Не, ну там будут про вязание, аж, наверное, все-таки это основная часть моей жизни сейчас это вязание. Ну, а где я работаю, что я делаю, то все вы узнаете на том канале, и с лицом я появлюсь, я тоже на том канале, потому что я же говорю, я уже давно это хотела, я давно хотела выйти в стрим, пообщаться с вами, но я боюсь, знаете, боюсь появиться в полном обличии, честно скажу вам, я как-то не могу переступить эту грань, не знаю, но все-таки я хочу, поэтому его еще нет, этого канала, вас я попрошу, пожалуйста, придумать название этому каналу, и я сразу же его сделаю в сообществе, потом дам вам ссылку на этот канал, либо в следующих видео, а под этим вы мне напишите, пожалуйста, название канала, потому что я же говорю, общение с вами мне очень важно, и мне этого не хватает, потому что я вас воспринимаю как своих родных людей, и это естественно, тем более я живу за границей, и общения у меня мало, вот как правило, обратите внимание, что блогерами становятся те, которые живут за границей, у которых недостаток внимания со своими людьми, вот я, допустим, на эту особенность обратила внимание, да, и они таким способом пытаются компенсировать этот недостаток общения, это мое лично, мое мнение, и лично мое наблюдение, вот, еще хочу вас как бы сразу успокоить, никаких видео о моих мужьях, и о мужчинах, которые меня били, которые пили, ничего этого не будет, я вообще не имела это в виду изначально, когда писала, делала этот вопрос, меня, поверьте мне, никто в жизни ни разу пальцем не трогал, и, к счастью, в моей жизни не было алкоголя, не было вот этих, я сочувствую, конечно, всем, кто с этим столкнулся, но у меня лично, у меня в жизни ни алкоголя, ни побоев, ни насилия, ничего не было вообще, ни со стороны родителей, ни со стороны мужчин, ну, вообще просто не было, поэтому, не знаю, значит, мне такая судьба уготована, в общем, другая, у меня были другие, как бы, стрессы, были другие проблемы, но в этом плане у меня все четко, все нормально, не переживайте, про мужей я рассказывать плохих не буду вообще, и даже если бы они у меня были, я не знаю, рассказывала ли бы я об этом, что меня кто-то бил, в общем, неважно, было, не было, в общем, драм никаких не будет, поверьте мне, просто мне не хватает общения, я, вот правда, вам от себя лично, я хочу сказать, что мне это нужно, просто поговорите на какую-то тему, и я думала, вообще, я изначально хотела эти видео, ну, в форме диалога, да, на какую-то тему сегодня, да, мы поговорим на какую-то завтра, я выскажу свое мнение, вы в комментариях выскажите свое мнение, я не собираюсь бегать с камерой и снимать каждый свой шаг, нет, поверьте, это не про меня, правда, вот, а в плане какой-то беседы, каких-то определенных тем, тем более темы будете задавать вы, я буду исходить из ваших, как бы, вопросов и ваших интересов, вот в таком вот формате, девчонки, этот будет второй канал, а там посмотрим, как у нас это все получится, вот, а это видео, я хочу ответить на вопросы, на которые, как бы, которые касаются вязания, раз уж у меня канал про вязание, то здесь, в этом видео будут вопросы про вязание, я отвечу на них, сказала про второй канал, его пока нет, но попрошу, пожалуйста, мне название, девчонки, помогите придумать, что-то у меня с этим напряг, с названиями, вот, я его сразу сделаю и первое же видео сниму, и это, и поверьте мне, вам, мне есть, что показать, и Чехию показать, как бы, и мои любимые места, и мои занятия, и все, что я делаю, без побоев и алкоголя, не волнуйтесь, страша не будет, будет дружеское общение, в общем, ладно, давайте по вопросам, которые касаются вязания, я их вот выделила, заскринила, а те, которые вязали, все остальные будут на том канале, значит, как я пришла к вязанию, и кто научил, рассказываю, значит, значит, рассказываю, научила меня моя тетя, которая, родная сестра мамы, в общем, она младше мамы, у меня была сестричка, к сожалению, она умерла, ну, в общем, опять же, не буду о грустном, но вот тетя, когда была беременна, мне было 4 года, и вот, я не знаю, по какой причине я не ходила в детский сад тогда, ну, я ходила, но какое-то время я, очевидно, болела, я не знаю, была с тетей, так как мама работала, и вот тетя у меня вязала, и сейчас она вяжет, ну, уже, конечно, потихонечку, и я помню, что я была с ней, и что была зима, и вот она мне дала вот такие, вот такие, как сейчас я вяжу, толстые в палец спицы пластмассовые, и учила меня вязать, вот мы сидели, это я четко помню, две кровати напротив друг дружки, она с пузом, она была беременна с сестрой, на одной кровати с вязанием, ну, она с нормальным вязанием, а я вот эти две пластмассовые большие спицы, 4 года, толстые нитки, и я что-то вязала, вы понимаете, это было мое начало, что-то я помню четко вот этот кусочек, на котором я эти петли захватывала, крутила, вертела, в общем, потом я уже помню, что я в детском садике, я уже вязала какие-то, ну, там буквально простые, что-то там, из квадратика какой-то это, и еще помню, что в детском садике воспитательница говорит, а вы знаете, что наша одна девочка уже умеет вязать, это было в детском саду, вот, и я с такой гордостью, она объявила мое имя, а потому что, знаете, почему она знала, потому что тетя работает в детском садике, и она хвасталась, они же там воспитательницы, подружки были, хвасталась тем, что научила меня вязать, вот, и меня похвалили перед всей группой, вот, и вот это мои были первые шаги, как бы, в вязании, это первый, первый мой учитель, моя тетя, она научила, а зам и дала, как бы, толчок, самый первый, и это было в 4 года, как вы сколько успевает, на что остается время, кроме канала на YouTube, я думаю, вы знаете, последнее время вы обратили внимание, сейчас я в данный момент не работаю официально, хотя все это время, это последние пару месяцев, у меня там ремонт в одной квартире в Украине, здесь ремонт, ну, в общем, я побегала по своим делам, свадьба у дочки была, в общем, порешала свои дела, за это время, ну, и, соответственно, больше вязала, и вот решила какое-то время, просто остановиться, потому что канал растет, он, да, это правда, приносит больше денег, и я сейчас хочу попробовать, вот сезон, я знаю точно, что канал мне заработает на жизнь, хочу провести эксперимент, если канал будет меня обеспечивать, как бы, но при этом, если я не хожу на работу, я, соответственно, я больше вижу, больше делаю, больше снимаю, я же говорю, я думаю, вы обратили на это внимание, что видео стали больше, как бы длиннее, подробнее, то есть, у меня просто появилось на это время, сейчас, и это мой личный эксперимент, и у меня есть какой-то запас денег, немножечко в загашнике, чтобы, как бы, просто для себя провести эксперимент, если эксперимент не удастся, и мне не будет хватать этих денег с ютуба, то я просто опять пойду на работу, и параллельно буду снимать видео, это значит, что видео будут редкие, короткие, как это было, в общем, все в процессе эксперимента, то есть, зависит от того, насколько это все будет продуктивно, а на что остается время, я, ну, это, наверное, я расскажу на другом канале, я хожу очень много, я люблю гулять, тем более, я сейчас живу в новом городе, на том канале, я вам с удовольствием его покажу, он курортный город, здесь, в Чехии, и в нем, как бы, это город, в котором первые были, первый санаторий, первые минеральные воды, вообще в Европе, я вам с удовольствием, очень красивый, небольшой, маленький город, очень красивый, и, я, я честно скажу, я до сих пор, в нем хожу, вот, я недавно здесь живу, я до сих пор хожу, с открытым ртом, и с поднятой головой, насколько здесь красиво, вот эти, сохранены старые дома, постройки, это все насколько красиво, девчонки, ну, я же говорю, кому будет интересно, я вам обязательно покажу, поэтому, что я хотела сказать, что сейчас у меня вязание, ремонт, и прогулки, потому что без прогулок, я просто с ума сойду, сидеть все время, мне нужно мои 10 тысяч шагов в день, просто, просто позарез, вот, это то, что сейчас, в данный момент, еще много у меня всем, всяких всевозможных интересов, но это потом, где научилась так вязать, кажется, невозможного для нас есть, есть пока невозможное для меня, я еще сама в процессе обучения, так, посмотрела фильм, вот этот фильм, я еще не смотрела, что там за шапкой, обязательно посмотрю, пять вечеров, и что за шапка, кстати, об свитере, этот свитер тоже из фильма, контакт, был, многие из вас не написали, про этот свитер, мне пришлось, значит, смотреть фильм, и вот я его уже вяжу, то есть, ну, действительно классный и простой, так что, скоро будет, мастер-класс на этот свитер, который был на Равшане Курковой, или Куркова, как правильно сказать, вот, быстренько, за два дня он свяжется, так что, скоро будет, так, отвечаю, значит, невозможного, невозможное есть, девчонки, учусь, учусь, и очень многого еще хочу, сама научиться, и вас научить, потому что, основа моей жизни, это было шитье, и этот канал, изначально, задумывался, как швейный, то есть, я хотела шить на нем, а потом, ну, думала, и чуть-чуть буду шить, и вязать, ну, то есть, показывать, почему школа рукоделия, потому что, я планировала, и шить, и вязать, потому что, я такой человек, не все интересно, я все пробую, пробую разные техники, но вот, на канале, я поняла, что видео, по вязанию, больше смотрят, я начала, больше углубляться, в эту тему, то есть, только сейчас, я его, ее начала, изучать, более глубоко, невозможного нет, умеете, все как это, я объясню, у меня есть, одна, очень хорошая, особенность, за которую, я благодарна Богу, то, но это, мне еще, помогло, сшитье, и я, очень много лет, работала, в одной фирме, в которой, я шила, образцы, вот, мы тоже, смотрели, там, где-то, вещи, мы, сами, как бы, додумывали, ну, как же, ее сделать, нас было, там, двое, человеки, хозяйка наша, мы, просто, разрабатывали, вот, эти, образцы, для, для фирмы, а, дальше, они, отшивались, и, вот, это, мне, помогает, как бы, смотреть на вещь, и, как бы, пытаться, ее, представить, изнутри, то, есть, очень-очень, помогает, то, что я, может, могу представить, из чего, это, как бы, из каких кусочков, это все сложено, вот, так, надеюсь, что я, ответила, а, то, что учиться, мне еще учиться, и учиться, и вас учить, нам еще, у нас еще, очень много всего, впереди, так, кто был, вашим, учителем, по вязанию, я сказала, ваши, смешные, моменты, вязание, лишите, сейчас, расскажу, очень прикольные, моменты, их было, очень много, девчонки, это рассказывать, и рассказывать, но, очень, такой, интересный, запоминающийся момент, я расскажу, кто по гороскопу, какую погоду, вы любите, нам подписывать, все интересны, вот, значит, отвечай, учитель по вязанию, тетя, но, это начальный, потом, в первом классе, это, меня, достаточно, захватило, в первом классе, прям, с первого класса, меня, мама, отдала, в дом пионеров, на кружок вязания, там у меня была учительница, пожилая женщина, она вела этот кружок, то, что написано, в профиле, ютуба, что я самоучка, я имела ввиду, самоучка в шите, вот там я действительно, сама училась, вот там меня не учил, никто, ну, потом уже, опыт меня учил, да, поэтому, там так написано, это не касается вязания, вот, вязание у меня, учили, вот эта учительница, преподаватель, в доме пионеров, я, почему-то, нехорошо, вспоминаю, это доме пионеров, потому что меня заставили в первом классе вязать носок на пяти спицах, и он у меня так туго шел, я не знаю, почему начинают вязать с носков и на пяти спицах, это жестоко для детей, учиться вязать на носках, вот, и что-то, вот до сих пор, вот буквально недавно, я их полюбила, когда я начала вязать вот эти носки из этой пряжи, супер вош, мне понравилось, чтобы этот носочек был, тонюсенький, без швов, на пяти спицах, весь такой ровненький, гладенький, чтобы я его могла одеть в ботиночек, а раньше у меня это был страшный сон, потому что я смотрю на девочек старше, которые ходили на этот кружок, они вяжут шарфы, они уже вяжут свитера, а я, малая, сижу с этим носком, вот, и я ходила на этот кружок вязания, периодически, то ходила, то не ходила, еще в школе я уже продавала, вернее, мама мне продавала мои вязаные изделия, но это тоже рассказ надолго, я кратко пока, значит, про смешной момент я хочу рассказать, что я в школе, когда училась, этот момент я хочу рассказать, мне всегда было жалко времени, вы представляете, 8 уроков там или 6 сидеть, ну ладно, когда ты пишешь, да, я писала, ну вот когда уже вторая половина урока и рассказывает новую тему, и ты сидишь как придурок, слушаешь просто, думаю, ну так руки там можно занять, я в это время под партой вязала, вот правда в школе, и учительница, вот помню по математике, она сама вязала, она как бы единственная, не единственная, она одна из тех, кто вычислил, что я под партой вяжу, я специально не садилась на первые парты, чтобы можно было там за спиной спрятаться, ну и соответственно, если узор простой, на него смотреть не надо, он вяжется на ощупь, и поэтому я вязала, она мне все, она спокойная такая была, она наша классная руководительница, и она тоже вязала, она всегда была, были у нее такие красивые сфитера, кардиганы, кофточки, она говорит, Вика, брось, а то распущу, Вика, брось, а то распущу, я ложила, и опять брала, ложила, и опять брала, один раз она ко мне подошла, взяла это вязание, вытащила спицы, и отдала мне, а я говорю, Вера Илла Рерновна, почему вы не распустили, это я уже после урока у нее спрашиваю, она добрая очень была, знаете, это все было так, наполовину шуточно, она очень хорошая, добрая была женщина, к сожалению, она уже умерла, она и тогда уже была пожилой, она говорит, да жалко стало, я же сама вижу, я представляю, какое-то трудно, говорит, ну куда, зачем распускать, жалко стало распускать работу, вот, а еще один учитель по физике меня выбрасывал с клубками, из класса, ну это тоже потом расскажу, погода для меня не имеет значения, какую погоду вы любите, ну мне абсолютно все равно, лишь бы не заливало, то есть гулять я могу, снег и дождь в любую погоду, вот сильный ветер не люблю, он мешает прогулкам, ну а так мне все равно, конечно же, солнышко лучше всего, кто по гороскопу, ну не пугайтесь, я скорпион, хотя я скорпиона влюблю, вот, и я считаю, что это классный знак, хотя многие его не любят, он творческий, креативный, здравствуйте, вы вяжете по картинке, я свои задумки раз, воплощаю, распуская по нескольку раз, и то не факт, что получится, у вас это природное, или все-таки есть базовое обучение, вот, я уже на этот вопрос ответила, природное, плюс опыт, как бы, как такового обучения, потому что обшитие у меня, обучение тоже нету, девчонки, у меня есть там швея, но это, вы понимаете, что швея, это, она не знает, как сделано все, поэтому, это чуть-чуть, не стой, оперы, швея, это, но я потом, тоже порассказываю, если хотите, про образование, у меня там всего, целая куча, вот, про все расскажу, и, в общем, это надолго, поэтому, как бы, профессионального образования, у меня нет, но, я поступала, я же говорю, я потом расскажу, но есть, природные, вот эти качества, и, есть опыт большой, в пошиве, вот этих, именно, образцов, я это уже говорила, говорила, так, поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы создали свой канал, с чего начать, какая сумма вложении, уходит на первых этапах, это, наверное, тоже сейчас, не сюда, ответ, но я кратенько расскажу, значит, свой канал, создала я, с нуля, без никаких вложений, вообще, без никаких, значит, эти были, вот, посмотрите, я много видео удалила, это было шитью, из остатков, это было вязание, там, какое-то, это, вообще, никаких, в рекламу, я, поверьте мне, девчонки, у меня нет, ни одного, накрученного подписчика, ни одного, все подписались по доброй воле, я никогда в жизни не платила, ни за какие коллаборации, я никогда в жизни не платила, за рекламу, вот, про рекламу, мой канал, ни одного платного подписчика, у меня нет, все, которые есть, все по доброй воле, это я говорю с гордостью, и какая сумма, никакая, у меня никакой не, я начала вкладывать, потом, я очень долго даже вязала, для видео, из распущенных ниток, из, какие, остатков, из чего угодно, то есть, вложения пошли уже потом, намного позже, даже года через два, я сшила, у меня было свое ателье, так что, ткани, машинки у меня были, это было мое начало, вот, поэтому, для меня, я считаю, и я и сейчас никаких вложений не делаю, девчонки, я сама монтирую, я сама снимаю, единственное, что я впряжу, вкладываясь, но так она потом мне возвращается, то есть, я либо дарю, сейчас у меня есть один, появился недавно, один канал сбыта, и к чему я очень рада, там деньги небольшие, но я рада, что эти вещи кому-то будут нужны, кто-то их будет носить, поэтому, по большому счету, у меня-то и вложений никаких в канал нет, потому что, люди у меня реальные, и я просто делаю то, что я делала и раньше, и каких-то особых вложений, ну да, там нужна лампа, для освещения, ну да, там нужен штатив, но для рукодельного канала, я считаю, вложений не нужно, нужны руки, и нужно время, как вы начали вязать, как вы научились, я не умею разбираться в пряже, я вот почему у вас, я еще этому не научилась, потому что у меня очень много времени ушло, вернее, я долго жила в Чехии, у меня не было той возможности, как у вас, пробовать разные пряжи, вот, поэтому я до сих пор учусь, я до сих пор учусь разбираться в пряже, поэтому и спрашиваю у вас оставлять свое мнение, свои рекомендации по пряже, потому что мне хочется все попробовать, так как уже канал уже вошел именно в русло вязания, я, кстати, канал тоже хочу переименовать, потому что со временем он трансформировался в вязальный канал, и уже не соответствует своему названию, своей задумке, но об этом мы еще поговорим, вот, поэтому в пряже я учусь, что вязала детям, своим детям, дети, дети у меня одно, моя доченька вязала, девчонки вязала очень много и классных вещей, и все восторгались, там были разные верены детские, в то время помню, одежки детские, 90-е годы девчонка, она родилась в 94-м году, дочка моя, вязала там с разными жаккардовыми, там и змеи были, и рюшечки разные, все в восторге были от изделий, что я Дашки вязала, и пальто вязать, да что я только не вязала, но я же и сшила, у меня всегда ребенок, она сейчас такая, блин, засранка, она вещи, другие кому-то, кто этого не имел, те восхищаются, как бы, они радуются этой вещи, у нее все нейтральное, такое выражение лица, человек, который всегда, всегда был одет лучше всех, поэтому у нее вообще, фиолетовое отношение к вещам, к одежде, в общем так вот, и у меня подружка была, у нее была доченька, младшая Даша, она меня просила, Вика, пожалуйста, не продавай, не отдавай, никому не давай, эти вещи, которые на Даша, она же видела, на Даши вещи, я у тебя буду покупать, не надо, никому не давать, только никому не давать, все мне, все мне, вот так вот было, так, в принципе, по вязанию, все вопросы, я уже так пробежалась, быстренько оказывается, вот, а все остальное, девчонки, давайте все-таки, я создам этот канал, вы мне, пожалуйста, помогите с названием, потому что мне нужно, пусть вас там будет 10 человек, но вы, я буду знать, что это люди, которые пришли туда, для того, чтобы пообщаться со мной, и я с удовольствием с вами пообщаюсь, и с удовольствием вам покажу, и Чехию, и себя, и все, что вы захотите, ну, конечно, без грязи, я не люблю грязь, я вообще такой человек, который ищет, такое комфортное, среднее состояние, положение, вот, почему я, никогда не терпела, никакого, от мужчин, я всегда сразу уходила, мне было трудно, мне было сложно, с ребенком, в чужой стране, но я не терпела, вот, может быть, поэтому, как-то так и в моей жизни сложилось, я же говорю, у меня сложности были другие, ну, это все прошло, это все круто, сейчас все хорошо, а, кто-то там спрашивал про внука, внук еще не родился, девчонки не хочет, месяц уже врач говорит, он готов, он готов, вот, 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 и сегодня дочка была у врача, и вот, вот, никак, сидит там у мамки в животике, сидит, и не хочется ему, говорю, господи, хоть бы был скорпиончиком, как я, чтобы мы с ним были на одной волне, говорю, у него срок сегодня, сегодня я снимаю 11-11, у меня день рождения завтра, кстати, это видео выложу, в своем день рождения, вот, и, говорю, ну, да ладно, ладно же, думали, 11-11, о, как раз будет мне подарок на день рождения, нету, сегодня 11-й, он еще не собирается, ну, в общем, сказали, до 18-го, за неделю, если Даша не родит, то уже будут, как бы, стимулировать, ну, он здоровенький, веселенький, там, полностью готовенький, не хочется, не хочется, и все, ему не хочется, вот так, вот такие дела с моим внуком, так что пока, как будет зовут, я знаю, но я потом вам расскажу, на том канале, про внука, так что, спасибо за вопросы, девчонки, я вас люблю, я вас ценю, я очень хочу с вами общаться, поэтому, вот так вот, девчоночки, на сегодня все, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока,